Обычно представители украинской исторической науки, представители украинства как идеологического течения, выводят свою государственность, если не от каких-то древних доисторических времен, то по крайней мере от политеи Богдана Хмельницкого. Но на самом деле то украинское государство, которое мы имеем сейчас, которое появилось в 1991 году, корни его гораздо уходят не так глубоко. Нынешнее государство это вообще фактически порождение УССР, порождение советской Украины и детище советского строя, большевиков, советской власти и так далее. Оттуда вышли все кадры нынешних украинских правителей, оттуда идет сама территория украинского государства, ну и вообще весь менталитет и общества страны и нынешних властителей. Это фактически является порождением, продолжением ОССР. Поэтому, когда заявляют, что героями строителями Украины являются Петлюра, Мазепа, Бандера, Шухевич, это на самом деле нонсенс, это не соответствует действительности, потому что действительными строителями Украины являются Ленин, Сталин, большевистское руководство, Компартия ОССР, КПБУ и люди, скажем так, национал-коммунисты, то есть фактически националисты, но в то же время выступавшие с коммунистических позиций, как, допустим, Николай Скрипник, который очень много сделал для того, чтобы вообще Украина, как национально-государственное целое, появилась на свет. Вот это что касается нынешнего украинского государства. Ну, естественно, у него были предтечи, ну, скажем так, опосредованной предтечи, потому что впервые Украина, как национально-государственное целое, заявила о себе или вообще о нем, о ней заявили. В 17-м году, когда начался процесс образования Украинской Народной Республики, ну, фактически Украинская Народная Республика, это уже осень 17-го начала, значит, 18-го года, январь 18-го года, когда она фактически была провозглашена и затем уже была провозглашена независимой от России, отделилась от нее. И затем череда государственных образований времен Гражданской войны, это украинская держава Гетмана Скоропадского и затем, опять же, реинкарнация Украинской Народной Республики, но уже под руководством не Центральной Рады, а украинской директории, во главе с Винниченко и Петлюрой. Но эти государства, опять же, не стали предтечами ни УССР, не говоря уже о современной Украине, скорее влияние было опосредованным, потому что большевики, ну, либо ради того, чтобы противодействовать вот этой националистической государственности, либо, что, на мой взгляд, более, имеет больше оснований, руководствуясь своими соображениями и внешнеполитического, и особенно внутриполитического характера, просто взяли на вооружение идеологию украинского национального националистического движения и организовали свое государство, то есть свое украинское государство, то есть стали играть на том же самом национальном поле, но если ту государственность, директорию, там, державу Скоропадского, УНР, они объявляли буржуазными, националистическими, но то свое они объявили пролетарской, социалистической, а потому, как говорится, правильной, но в национальном плане это фактически было одно и то же. Поэтому вот эти вот украинские, ну, скажем так, традиционно говоря, националистические образования, хотя, конечно, националистическими они были в разной степени, то вот они опосредованное влияние оказали на образование уже советской Украины, ну, а тем самым уже, как бы говорится, дважды опосредованы на появление нынешней Украины. А что касается средних веков, вот полугосударства, допустим, Хмельницкого, то, ну, во-первых, скажем так, политические элиты, говоря нынешним языком, того времени, то есть казачество, верхушка казачества, она все-таки не мыслила категориями независимого государства, они все-таки мыслили, восстав против Польши, против своих законных, фактически, значит, государей, против законного социального строя, они фактически искали ту силу, которой могли бы, ну, скажем так, приткнуться, присоединиться на тех или иных условиях, на условиях, естественно, автономности своей. Ну, вот выбор был между Россией, между Швецией, между Турцией и Крымом. Вникать уже подробно в эти все перипетии гражданской войны, которая длилась несколько десятилетий, ну, не стоит. Но фактически вот в плане, скажем так, государственной мысли, идеи самостийности, идеи независимости не было, тем более, что не было такого феномена, как Украина, как национально-политического какого-то организма, потому что в территориальном плане там слово Украина, обозначавшее часть территории Южной Руси, часть территории Малой Руси, она имела место, но не как обозначение народа, не как обозначение государства. Поэтому, тем более, потом, когда вот эта автономия гетманская существовала, там, столетия в составе Постепенно сходя на нет, сошла она на нет во многом благодаря усилиям той же самой местной казачьей, а затем уже малороссийской политической элиты, которые добились от Петербурга удовлетворения своих социальных прав, своих политических прав, как правящей группы в крае. И вот когда социальные условия были удовлетворены, то уже необходимость существования какой-то отдельной автономии фактически отпала у подавляющего большинства представителей казачьей и малороссийской элиты, и затем уже начались бурные процессы интеграции. И поэтому вот этот политический феномен сошел на нет. И затем уже последующие деятели украинского националистического движения, они уже использовали вот эту политию как миф, раскручивая казачий миф, который был отчасти навязан, отчасти предложен поляками, польскими реваншистами, польскими националистами. Частично использовалась идея казачьего автономизма, и вот на вот этой почве уже они стали выстраивать такую вот идеологию того казачества, как предтечи украинской государственности, уже украинской государственности, не малороссийской, там не казачьей. Но это уже были такие своеобразные игры разума. Ну фактически украинская националистическая национальность начала движения в виде украинофильства зародилась вот в, ну скажем так, в середине XIX века, в 40-е годы. Такой точкой отсчета является Кирилло Мефодиевское общество, участники которого небольшая группа представителей вот этой вот малороссийской, значит, молодежи, представителей правящего, правящей группы, выступали с политическими идеями, там стали мыслить в категории Украины как национальную целую. Правда, это национальное целое тоже им ими тогда виделось низкоморфно, потому что некоторые считали, что правое и левое бережье составляют единую структуру, должны составлять единую структуру в рамках федеративной России, которая должна была быть превращена из самонержавного государства, централизованного и единого, в федерацию земель и национальных образований. А другие считали, что левое бережье и правое бережье это два, ну фактически разных мира и должны существовать самостоятельно, входить как два штата в эту новую федерацию. Поэтому вот это сознание было еще нечетко, но тот факт, что именно в это время, именно в этой группе появилось понимание Украины как какого-то национального целого, которое требует для себя и определенных политических прав, там самостоятельности, пока еще в рамках России, вот относится к этому времени. Появление Украины как вообще такого исторического феномена и политического феномена после революции было вызвано именно вот этой самой революцией, началом развала российской государственности и тех вот политических процессов, которые происходили в столицах, то есть в Петрограде и в Москве. Потому что именно оттуда, кстати прямая параллель с событиями 87-го, 91-го годов, когда те же самые либеральные процессы, которые заваривались в столице, затем начинали распространяться на места и местные и элиты, и общественные круги, что в 17-м году, что допустим вот перед 91-м годом, они не хотели развала ни Российской империи, ни развала Союза, они смотрели, что происходит в центре, они видели, что в центре происходит деградация власти, деградация государственных институтов, что из центра их фактически подталкивают к самоопределению. И вот это подтолкнуло как раз процесс появления самых разнообразных республик и революции 17-го, февральской революции 17-го года, падение самодержавия как политической системы, которая скрепляла всю страну, значит, либеральная вакханалия, которая была направлена на дискредитацию любых органов власти, любых вообще скрепляющих страну структур, оно начало восприниматься на местах как вседозволенность, с одной стороны, с другой стороны, как желание защититься от анархии, которая распространялась вот из Петрограда. Поэтому появление многих республик, кстати, я сейчас не говорю про детище украинского движения, оно имело такие защитные функции, когда хотели на месте сохранить порядок, четкую жизнь, защититься от анархии, поэтому образовывали свои не национальные, а просто политические республики. Но на Украине, вот я как раз перед этим говорил, начал про поляков, а вот вторая часть, вторая сила, на которую опиралось украинство, и благодаря которому оно вообще набралось силы, а затем и добилось, получило свою государственность, это было российское, так называемое, освободительное движение, либеральное и левое движение. Они в украинстве видели, ну, во-первых, угнетаемый, в кавычках говоря, народ, угнетаемый царизмом, самодержанием, против которого они боролись, соответственно, они видели в украинстве своего союзника. При этом они совершенно не обращали внимания на истинные цели вот этого украинского движения, сепаратистские, в политическом плане и в национальном плане цели. А украинство, во-первых, оно тоже было подвержено социалистическим идеям, общим для значительной части российского общества, а потом оно, понимая, что собственными силами они ничего не смогут добиться, поскольку и простой народ, и значительная часть образованного малороссийского общества, оно придерживалось общерусской идентичности, общерусской культурной системы ценностей, и не желало, и вообще не помышляло о независимости, поскольку считало Россию своим государством, своей родиной. Поэтому опереться на достаточно мощное общественное течение, идущее против государства, оппозиционное ему, было для украинства вот таким замечательным историческим шансом. И создался такой вот симбиоз украинства и левореволюционного российского лагеря. И 17-й год, как раз революция в России, как раз вот эти обе силы получили возможность взять власть в свои руки. Что либеральное общество после февраля 17-го года во всей России, что украинское движение, значит, на той части, которую она считала Украиной. Шла Первая мировая война. Против России воевал центральный блок, две главных страны, Германия и Австро-Венгрия. Вот что касается Германии. Обычно говорят, что Германия, это говорили еще в начале, допустим, 19-го, в начале 20-го века правые представители русской общественности, что украинство это плод работы Германии, плод работы немецкого генерального штаба и так далее. На самом деле все было сложнее. Ну, фактически в германских землях, ну, после Наполеоновских войн, после того, как Россия освободила их от французского, значит, владычества, буквально сразу же начали формироваться антирусские, антироссийские взгляды. Ну, немцам не нравилась роль России, во-первых, как их освободительницы, потому что к освободителям и к тому, кто как-то помогает, всегда начинают относиться сдержанно или враждебно, понимая такой уже психологический феномен. Во-вторых, им не нравилась роль России при Николае, как гарантия сохранения вот этих монархических устоев в Европе. То, что в советское время называлось таким несколько неправильным и обидным термином «жандарм» Европы. Фактически, идея того, что от России хорошо бы отколоть некоторые ее западные регионы, ну, прежде всего, Польшу, Прибалтику, начала появляться после Крымской войны, во время Крымской войны. Но, по большому счету, вот именно немцы в немецких землях, затем в Пруссии, затем уже в, собственно, Германии, украинским опросом как таковым не занимались, ну, фактически до 1915 года. То есть, у них были представления о том, что Россия — это какое-то необъятное, непонятное анархическое пространство Азии, которое немецкий ум не может упорядочить, и поэтому это для него страшно, что Россия — это мощная сила, которая хочет завоевать Европу, что это какие-то славянские орды, значит, под скипетром русского царя представляют для Европы и для Германии, как из чистых европейцев, значит, опасность. А с другой стороны, немцы начинали мыслить в категориях превосходства, что вот мы, дескать, немцы, люди-то культурные, а вот там какое-то азиатское варево, непонятно что, какие-то полуазиаты, вот эти русские славяне. И поэтому, с одной стороны, страх, с другой стороны, чувство превосходства. Но, по большому счету, вот Украину они не видели еще как какой-то самостоятельности, они не вычленяли Украину из общерусского пространства. Да, появлялись какие-то работы, особенно вот в начале 20 века, ближе к войне, в которых говорилось о том, что вот есть отдельная часть России, это Малороссия, которую надо бы представить как Украину и отделить от России, чтобы Россия распалась и ослабела без этой части. Но пока вот, 14-й год, эти идеи вообще в политическом истеблишменте Германии не фигурировали. То есть, отдельные, скажем так, интеллектуалы их подавали, там писали записки. И вот когда немцы начали наступать в 15-м году, значит, весной, то вот эти идеи уже, когда они вступили на территорию Волыни, на русскую землю, значит, то вот уже к этим идеям начали прислушиваться, что вот хорошо бы отделить Украину от России. Но все равно это было несколько такого маргинального плана идей. И даже во время оккупации Южной России в 18-м году очень многие представители германского командования и политических кругов, они видели иллюзорность вот этого национального раскола России на Великороссию и Малороссию и понимали, что по большому счету отделить их не удастся, да и для Германии не особо нужно. Поэтому вот у немцев такое вот было несколько нечеткое, расплывчатое отношение. Другое дело Австро-Венгрия. Австро-Венгрия, у которой находилась Галиция, значит, с проживавшими там русинами, у которых были свои поляки, которые мутили воду и, значит, тоже требовали выстраивания по отношению к ним какой-то политики. Они гораздо раньше и гораздо четче начали постулировать идею раскола России по национальному признаку использование украинского националистического движения в качестве своих союзников для того, чтобы внести разлад между великороссами и малороссами, разделить русский народ на разные части и отколоть Украину. В этом они опирались на националистическое движение, которое, опять же, очень активно способствовало тому, чтобы австрийцы действительно начали заниматься этим вопросом. То есть там и депеши, и какие-то организации, и требования, которые они к австрийскому двору обращали, направляли. Идея украинских националистов была такая — отделить малороссийские губернии от России, присоединить их к Австрии, а, собственно, Галицию оставить в составе Австрии под скипетром императора австрийского, но в качестве автономии. То есть у России отнять, а в Австрии оставить. То есть политика была австрофильская, и именно благодаря австрофильству части местного русинства, русинского населения, которое выбрало себе идентичность украинскую, отрицающую общерусскую, именно благодаря этому сложился союз между Веной и вот этими украинцами-австрофилами, которые затем уже проявились во время Первой мировой войны. Поэтому Германия, ну понимаете, к ней отношение было такое, что она сильнее, чем Австрия, она ведущая, а Австрия, дескать, второстепенный союзник. Но в украинском вопросе все было наоборот. Немцы скорее ориентировались на то, что делали в Австрии и Венгрии. По большому счету немцам в 17-18 годах нужно было не отделять Малороссию от России, а им нужно было то, чтобы с этой территории в Германию поступало сырье, сельскохозяйственное прежде всего сырье, продукты питания, которые можно было кормить армию, кормить народ. И поэтому немцам нужен был хороший твердый режим, который обеспечивал бы порядок, обеспечивал бы вот эти реквизиции поступления продовольствия. Социалистическая, болтливая Центральная Рада в главе с Грушевским этого сделать не могла. Ну у них была, скажем так, своего рода политическая импотенция. Единственное, что смогли сделать, это объявить Украину независимой от России, провозгласить претензии на огромные земли Новороссии, Слобожанщины и дальше еще Крым, Кубань, Ставрополье, и заключить с немцами сепаратный мир. Вот они первые, кто заключил сепаратный мир с германским блоком. Все, свою функцию они выполнили, обеспечить стабильный режим для Германии они не могли, поэтому в данном случае сошлись интересы и немцев, которых Центральная Рада пригласила, скажем так, на свою территорию, и правых кругов в самой Малороссии, которым не нравилась вот эта вот болтливая социалистическая и националистическая Центральная Рада, и которые хотели твердого порядка, спокойствия, прежней жизни, которые могли обеспечить немцы, ну и сами. Поэтому произошел гетманский переворот, фактически, когда немецкий лейтенант разогнал все украинские представительские органы власти, то есть вот это показатель того, насколько сильной была украинская государственность, и у кого действительно была реальная власть. Вот власть была у немцев, стал режим Скоропадского, тоже националистический режим, в том плане, что он строил Украину, и он строил Украину как государство гораздо лучше, чем Центральная Рада, чем, значит, прежняя власть. Но на этой территории на очень долгое время утвердился действительно четкий порядок. Немцы в 1918 году, в отличие от немцев в 1941 году, это были совершенно другие немцы, которые не несли уничтожений ни народу, ни государственности, которые несли порядок, но только хотели крепко, значит, скажем так, обобрать вот эту землю. Немцы заняли огромное пространство Прибалтики, Белоруссии, Юга России, Дона, и в том числе вошли в Крым. Одновременно с немецкими войсками, немножко впереди, ну, чтобы заявить о себе, как о реальной силе, и на территорию Малороссии, и на территорию Донецкой Криворожской Республики, и на территорию Одесской Советской Республики, и в Крым, значит, в первых рядах шли такие марионеточные украинские войска. Вот зашли они в Крым. Действительно, украинские власти, украинские националисты, они всегда являлись великодержавниками, они всегда стремились создать Украину как можно в более широких границах. Поэтому у них были конфликты за Бессарабию с Румынией, у них были конфликты с РСФСР, конфликт с Доном, с независимым, значит, казачьим Доном. И вот они хотели присоединить к себе Крым. Хотя еще до этого, в 1917 году, их аппетиты ограничивались пока только северной частью Таврической губернии, без Крымского полуострова. Значит, вот они вошли в Крым, но немцам не нужно было такое усиление украинского государства, поэтому немцы, скажем так, их попросили уйти, и украинские формирования покинули Крым. В Крыму было организовано свое краевое правительство во главе с литовским татарином Сулькевичем. То есть одновременно это был, ну он был вроде как мусульманин, и это шаг навстречу крымским татарам. И в то же время он это был человек русской культуры, значит, русский генерал, который говорил на русском языке, а не на каком другом. Поэтому это был такой вот жест в пользу общероссийского Крыма, то есть русского населения крымского полуострова. И не только русского, там и греки, значит, и кто там, болгары и прочего, вот всего вот этого населения. Несмотря на то, что оккупанты были немцы и там, и там, фактически немцы единственное, что способствовали тому, чтобы между Украиной и Крымом начались переговоры. Но в то же время переговоры шли несколько месяцев, шли они ни шатка, ни валка. Значит, Украина в лице гетманской власти требовала, чтобы Крым вошел в состав Украины. Ну, единственное, что уступка была на правах некой автономии. Крым не соглашался. Единственное, на что был согласен Крым, это на очень широкую федерацию. Ну, фактически, на самостоятельность. Именно как раз в 2018 году Украина впервые заявила претензии и на Крым, и на Черноморский флот. Но она не получила ни того, ни другого. Но, значит, с Крымом параллельно с переговорами было силовое давление на Крым. То есть, была, опять же, впервые введена экономическая блокада Крымского полуострова, значит, на поставку и на, скажем так, импорт товаров. Тогда же начались территориальные конфликты в районе Перекопа и в районе, значит, Арабатской стрелки. Украина, естественно, хотя бы кусочек от Крыма хотела отхватить. Но, фактически, с падением немцев, с революцией в Германии, с разложением немецких войск и вообще немецкой власти на оккупированных территориях пришел конец режиму Скоропадского. Тем самым, фактически, вот эта вот борьба за Крым со стороны Украины, она тоже сошла на нет, потому что там уже начались, в дело вступили иные силы, и белые, и красные. Вот, и поэтому тут уже директория, которая сменила украинскую державу Скоропадского, она уже не то, что на Крым, она фактически на Киев уже претендовала очень условно, потому что территорию фактически не владела. Ну, надо начать с того, что Украина, фактически, стала детищем именно большевиков. Значит, в 17-м году еще летом и к осени большевики, вот территорию юга России, еще не видели, не понимали, как Украину, как национальные целые, где должна быть своя республика, своя коммунистическая партия. И вообще, которая должна называться Украиной. То есть, они исходили, эта территория делилась на южную часть, юго-западную часть и вот часть Донбасса слабоженщины. Фактически, совпадая с экономико-географическими районами, которые даже в советское время, на которые подразделялась территория УССР. Уже где-то к зиме они начали понимать эту территорию как Украину. Сначала в границах, которые отвела Украине временное правительство. А затем постепенно, уже где-то с января 2018 года, фактически с начала 2019 года, стала включать в эту территорию, в территорию Украинской республики и Донбасс, Харьков и Новороссию. Вот шла постепенно такая эволюция. Ну, главными причинами здесь можно назвать... Обычно называют что? Обычно называют то, что, дескать, большевикам приходилось действовать, противодействовать вот этим украинским образованиям. И чтобы якобы завоевать симпатии населения, и чтобы побороть вот эту самостиническую идеологию, им, дескать, надо было создать свои украинские республики, значит, и вот на этом поле победить своих противников. На самом деле это все, по большому счету, не выдерживает критики, поскольку симпатии населения были на стороне тех, кто даст землю, на стороне тех, кто даст социальные права, имущественные права, в основном это крестьянство. Национальным вопросом в 17-20 годах крестьянство не интересовалось не только на территории Донецкой Криворужской, допустим, республики или где-нибудь под Одессой, но и на территории, собственно, Малороссии. Отрицательно или, во всяком случае, индифферентно относились эти люди к украинскому языку, который навязывали украинские правительства. Поэтому вопрос о завоевании симпатии населения, он мог быть достижим, главным образом, социальной политикой, но не созданием Украины. В качестве силы, противодействующей большевикам, украинские правительства не шли ни в какое сравнение, потому что гораздо более опасным противником были либо белые, либо крестьянские движения, наиболее сильным из которых было Махновское, но было еще целый ряд атаманов. Это как раз было последствиями появления тех народных республик, как защиты от окружающей анархии, как создание какого-то собственного политического порядка в своих властях, в своих уездах. Но не идея Украины была главной. Поэтому главным, на мой взгляд, является именно изначальная заданность большевиков как представителей, крайних, наиболее, скажем так, радикальных представителей российского леволиберального сообщества. Усвоенные ими идеи и взгляды на то, какой должна быть Россия, отношение к общерусскому народу, видение и понимание того, что является Украина. То есть, они фактически мыслили в категориях украинства. Единая Россия и единое общерусское национальное пространство было для них противником, поскольку знаменовала приверженность старым устоям, старой государственности. Вообще, по большому счету, вот опять же, мы возвращаемся к главному вопросу о том, что Украина является детищем России, точнее, российских властей. Фактически, первым, кто очертил территорию Украины, было либеральное временное правительство. Сама Центральная Рада, которая самочинно образовалась в марте 2017 года, говорила об этом первоначально в таких общих словах, не очерчивая конкретно, какие губернии должны войти в состав Украины. И вот уже после переговоров Центральной Рады с Временным правительством в августе 2017 года появилась временная инструкция для Генерального секретариата Временного правительства на Украине, в которых представители Центра как раз указали, что они понимают вот эту Украину, где самочинная Центральная Рада, которую никто не выбирал и которая представляла себе исключительно только представители малочисленного и довольно слабого украинского движения. Вот эта территория состоит из пяти губерний. Киевская, Волынская, Подольская, часть Черниговской бессеверных районов, которые ныне составляют Брянскую область России, и Полтавская губерния Левобережная. Вот в этих частях Временное правительство признало Украину. Это было колоссальное достижение украинства, которое оно добилось не само фактически, а получило как подарок от петроградских либеральных деятелей. Затем уже Украинская Центральная Рада, почувствовав вкус и видя, что кризис власти в центре все более и более углубляется, уже самочинно провозгласила в последующих универсалах, в третьем и четвертом, свою территорию на остальные южно-русские губернии, то есть на Херсонскую, на северную часть материковую, Таврическую, без Крыма, на Екатеринославскую и на Харьковскую губернии, которые никогда Украиной не являлись, никогда Малороссией даже не являлись, на которых формировались собственные республики, собственные органы власти в виде формирующейся, зарождающейся мощной Донецко-Криворожской республики, которая включала в себя Харьковскую, Екатеринославскую губернии и даже часть Таврической, то есть там иногда вплоть до Николаева. Самочинно провозгласили, на местах люди были крайне обескуражены тем, что их без их воли вдруг приписали к другому государству, который к тому же в январе 2018 года заявил о своем отделении от России. И именно вот этот жест Центральной Рады, вот этот четвертый универсал, началось с третьего, но фактически четвертый универсал запустил процессы национально-государственного самоопределения на вот этих вот территориях, которые они самочинно провозгласили украинскими. Именно тогда возникла Одесская Советская Республика, именно тогда, на четвертом областном съезде советов депутатов, была сформирована в январе 2018 года Донецко-Криворожская Советская Республика, главной идеей которых было то, что эти земли должны оставаться в общей Российской Федерации, то есть оставаться Россией, но не быть Украиной. Это вот во время Гражданской войны. А фактически, вот как я уже выше говорил, идея того, что Донецко-Криворожская Республика большевикам не нужна, вот складывалась в 2018-2019 годах, под воздействием во многом вот этих украинских национал-коммунистов, в том числе Скрипника, который приезжал в Москву, интриговал, значит, воздействовал на Ленина, на Свердлова с тем, чтобы отменить эту Донецко-Криворожскую Республику и включить эти земли в Украинскую Советскую Республику. В 2019 году фактически Ленин приказал Сталину ликвидировать Крив Донбасс, как писалось, то есть фактически включить земли Новороссии и Харьковщины в состав Украины. Это был первый и наиболее значительный шаг в формировании территории Украины за счет русских областей. Второй шаг был, это уже 20-й год, он был связан с тем, что большевики стремились отомстить Донскому казачеству, как наиболее такому последовательному противнику большевиков. И область войска Донского была поделена между Царицинской губернией и, значит, частично там Воронежская. И значительные части Донбасса вошли в состав, были присоединены в состав Украинской Советской Социалистической Республики. А тут надо заметить, что фактически еще держава Скоропадского ввела территориальные споры, ну, во-первых, с РСФСР за Курскую и Воронежскую губернии, а во-вторых, с Доном за территорией Донбасса. И, значит, в августе 2018 года было заключено между державой Скоропадского и Доном территориальное соглашение, где граница была проведена, старая губернская граница по реке Кальмиус. То есть Мариуполь, Дебальцево и Юзовка оставались за Украиной, а вот все, что восточнее, вот эта часть возвращалась в состав Дона. Причем надо заметить, что река Кальмиус делит нынешний Донецк на две части. То, что на восточном левом берегу Кальмиуса, то оставалось в составе Дона, правый берег переходил в состав Украины. При этом это все делалось под эгидой немцев. За всем следили немцы, и немцы не были склонны идти на какие-то уступки Украине. То есть они, скорее, были склонны передать эти земли, вернуть в состав Всевеликого войска Донского. Теперь же в 2020 году большевики и вот эти земли, и шахтинские, таганрогские округа вместе с городом Таганрогом и шахтами отдали Украине. Украинские власти, прежде всего национал-коммунисты, страшно этому радовались, поскольку они теперь получали весь Донбасс, они получали последний крупный порт на Азовском море, Таганрог. Но этому страшно были недовольны местные российские губернские власти, которые сказали, что у нас отняли угольный Донбасс, у нас отняли последний порт Таганрог. Значит, наше хозяйство слабое, и вообще, почему так происходит? Начали писать в Москву, доказывая, что надо эти земли вернуть в состав РСФСР. Причем надо заметить, что российские власти, которые были слабее, чем украинское руководство, поскольку это были губернские власти, а с той стороны это была республиканская организация со своей компартией. Так вот, российские власти апеллировали к экономическому принципу, к хозяйственной целесообразности, к экономическим связям и настаивали, кстати, как деятели Донецкой Криво-Рожской Республики в свое время, на проведении плебисцита, то есть проведении опроса референдума, с кем хотят быть местные жители, с Россией или с Украиной. Украина напрочь отвергала, и вот до сих пор они напрочь отвергают вообще все вопросы референдума, что по языку, что по территориальному устройству. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что население не только вот этих Таганрога, там шахт, но и население Харькова, Юзовки, Екатеринослава, Одессы, Николаева, оно выскажется против того, чтобы быть Украиной. Оно скажет, что мы хотим быть в России, поэтому все референдумы напрочь отвергались. И Украина мотивировала все национальными принципами, историческими, что вот где там проживают много малоросов, но они говорили украинцев, что вот, дескать, эти земли там должны принадлежать Украине и так далее. Но когда раж расказачивания все-таки прошел, и большевики поняли, что оставили крупнейшую республику РСФСР без угля, без портов, чрезмерно усилив Украину и усилив там какие-то националистические настроения среди партийного руководства, начался процесс выработки границ. Значит, спор тянулся несколько лет и фактически был разрешен в 2024-2025 годах. В результате Шахтинский, Ганрогский округа были возвращены в состав РСФСР. И затем уже комиссия при ЦК РКПБ повела процесс вообще всей определения всей границы. Частично она была так и тем и другим было решено. То есть, допустим, большой анклав в районе Путивля, где проживали великороссы, и мало того, это особая группа великороссов, Горюны, она была отдана в состав Украины. Часть, некоторые регионы в районе Белгорода, Воронежа, Курска, вот этих вот губерний, они были переданы в состав РСФСР. То есть, фактически была установлена та межреспубликанская граница, которая в 1991 году вдруг неожиданно стала границей государственной. И в 1997 году было продавлено Ельциным через Государственную Думу. Вот этот договор о дружбе и сотрудничестве был заключен. Главное-то осталось в том, что вот эти огромные территории Новороссии и слабожанщины, они так и остались за территорию, за Украиной. То есть, их уже не проводить льбисциты, не возвращать в состав РСФСР, никто не создавать новую, возрождать Донецко-Криворожскую, допустим, республику, уже большевики не собирались. Это все было в рамках вот того общего курса, частью которого стала и политика укранизации. Фактически, политику укранизации, ну, большевики проводили, объявили политику укранизации, но это укранизации партийного и государственного советского аппаратов, то есть привлечения к управлению представителей нерусских народностей. Но если эта политика, допустим, имела какой-то определенный смысл в нерусских областях, там, в Поволжье, там, на Северном Кавказе, где-нибудь в Калмыкии, в Средней Азии, Казахстане, то в отношении Украины это фактически означало национальный раскол вот единого русского пространства на великороссов и на новую нацию, которую большевики вслед за украинскими националистами стали считать и называть украинской нацией. Фактически, это была политика социальной инженерии, политика нациостроительства, когда из большого какого-то общего массива этнического, культурного, религиозного выделялся отдельный кусок, создавалась ему политическая государственность, они объявлялись определенной особой нацией, им создавался язык, значит, формировалась национальная культура, и результатом, если брать политики украинизации, стало появление украинской нации, как нации, пусть в то время она еще называлась нация советская, там советская украинская, нация вроде как бы, как говорили большевики, братская, то есть три братских народа, там русские, украинцы, белорусы, но фактически это нация не русская, и в том, что вот этот главный принцип создаваемой нации, не русскость, был главным, вот стало видно наглядно после 91-го года, и то, что мы сейчас имеем, мы фактически имеем гражданскую войну между Украиной и Россией, поскольку вот это единое пространство, на котором созданы два государства, две нации, на одном из одного фактически народа, вот была между ними устроена гражданская война, а подавалось это все в том, что, дескать, украинцы, как Мар-2, как Удмурты, допустим, как Калмыки, как там народы Северного Кавказа, являются таким же нерусским народом, и поэтому вот нужно проводить и коренизацию, ну тут понятно, набирали людей из сел, значит, в города, в партаппарат и так далее, но это, как говорится, ладно, поскольку и до революции значительной части населения и городов, и чиновничества, оно по происхождению было малороссиянами, просто это были люди русской культуры, теперь же этим людям сказали, ну раз вы другая нация, то у вас свой язык, и поэтому вот пошли процессы создания украинского литературного языка, эти процессы велись с конца 19 века ни шатка, ни валка, более усиленными темпами в Галиции, под крылышком австро-венгерских властей, и достаточно слабо на территории Малоруссии, теперь же фактически вот этим процессом создания собственного украинского языка, формирования собственной литературы, культуры и так далее, был дан зеленый свет, это все фактически вот эти процессы украинизации начали еще центральная рада, держава Скоропадского, директория, но тогда это действительно было насильственно, запрещали русский язык в учреждениях, запрещали говорить, доносительство на тех, кто, допустим, говорит среди чиновников по-русски, хлынула волна, поскольку у литературно-украинского языка мало, кто знал, в Малороссии хлынула волна галицейцев, которые во время войны в качестве мигрантов присутствовали, они занимали лучшие посты в учреждениях и так далее, в школах, в институтах, университетах, вели образование, но во время гражданской войны это было слабо, при большевиках это было просто вот железной рукой наводилось, все те же процессы, которые начались еще в 17-19 годах, они были особенно усилены, курс был, отмашка была на, значит, 12-м съезде, 23-й год, потом совещание, а активно, очень активно началось, когда Каганович был назначен генеральным секретарем, значит, ЦК Компартии Украины. Укранизация, политическая укранизация, которую проводили насильственными методами большевики, она создала своеобразный фон, на котором вот эти деятели украинского национального движения почувствовали возможность, что, дескать, государство поворачивается лицом к ним, оно борется с так называемым великодержавным шовинизмом, оно считает украинцев отдельной нацией и создались такие либеральные условия для того, чтобы они начали свою работу, то есть появлялись, допустим, организации просвиты, а в религиозной различные там национальные культурные кружки и так далее, которые ставили своей целью развитие национального самосознания и идентичности в украинском виде, а в религиозном аспекте возникла, возникла она чуть раньше, еще во время Гражданской войны, но фактически в 21-м году оформилась так называемая Украинская автокефальная православная церковь. Церковь, ну, тот период, это был период борьбы с религией и церковью, главным врагом, ну, как и в целом старой России, как и русский народ, виделась им русская православная церковь, отсюда стремление ее расколоть, значит, подавить, создать различные обновленческие секты, течения, которые должны разложить церковь изнутри. И вот тут возникает фактически такая же обновленческая по своему духу самосвятская, то есть оно раскольническая, то есть благодать Святого Духа, которая передавалась, значит, от апостола, от Святого Духа, значит, от апостолов через епископат на протяжении всей истории церкви, ну, тут вы лучше, конечно, знаете, значит, прерывалась, то есть собрались люди, сказали, что мы, украинцы, мы, значит, хотим самостейной Украины и национальной церкви, раз у каждой нации должна быть своя церковь, собрались, возложили друг на друга руки, сказали, ну, вот все, мы, значит, вот друг друга посвятили, значит, высвятили там несколько епископов, в кавычках епископов, которые начали проводить рукоположение среди соответствующей националистической паства. Вид у них был типично обновленческий, они, значит, бритые, гуляли во френчах, значит, посещали рестораны, вся их деятельность была не религиозной, а исключительно националистической, то есть там агитация за самостейную Украину, за то, что к обращению к пастве вы, украинцы, вы, значит, должны чтить там всех этих самостейных пророков, начиная с Тараса Шевченко, значит, это все неоднократно подчеркивалось в документации, значит, ОГПУ, в том, что это церковная оболочка, и то такая сомнительная, а на самом деле там процветает петлюровщина. Ну, поскольку вот режим, скажем так, создавал рамки, то вот в 20-е годы эта деятельность велась, хотя бы по большому счету большевики очень скоро начали ликвидировать вот всю такую самочинную украинизацию, которая велась руками и в рамках идеологии вот именно националистического, национального движения, и стали прибирать украинизацию в свои руки, под свое крыло. Соответственно, с этим было давление и на автокефальную церковь, и в конечном счете, в общем, параллельно с разгромом вот этого самостейнического движения, с 29-го, там, до середины 30-х годов, эта церковь фактически была ликвидирована и сошла на нет. Потом немножко во время войны возродилась, но по большому счету вот это вот раскольническое начало, самосвятство, оно, ну, камнем таким, лежало на вот этом украинском автокефальном движении, которое даже вот в 90-е годы еще тоже очень сильно проявлялось, но это вопрос уже другой. Ну, тут надо разводить понятие голод и голодомор. Голодомор — это национально-политическая концепция, идеология своеобразная, составляющая, скажем, составная часть, одна из важнейших составных частей вообще всей украинской идеологии. Суть ее в том, что голод стал геноцидом, то есть сознательным уничтожением Москвой или коммунистами, или русскими, или Украины, и украинцев как этноса, и Украины как нации, как, значит, так называемых граждан Украинской Советской Республики. Ну, голод стал фактором социальной политики и вообще ситуации, в которой очутилась советская страна. На фоне, во-первых, индустриализации, несколько запоздала начатая индустриализация. Если бы ее начали, допустим, в 25-м году, то вот те эксцессы, которые произошли на рубеже, там, 29-30-го и последующих нескольких годов, они были бы, ощущались в гораздо меньшей степени, чем получилось. И, кстати, раскулачивание тоже произошло бы в меньших размерах. Ну, вот большевики затянули, снэпом затянули с переходом к индустриализации, поэтому вот так вот получилось. Тем более, все это на фоне было мирового экономического кризиса, когда набрали, фактически, кредитов под индустриализацию, здесь обвал рынков, чем расплачиваться, никому не нужно. Вот поэтому, единственное, началась выкачка зерна продажи на Запад, вплоть до того, что расплачивались тем, что продавали там предметы искусства, допустим, из Эрмитажа, потому что нужна была валюта. Но это дело другое. Фактически, суть-то была в том, что, тем более, после начавшейся коллективизации, индустриализации, население городов Советского Союза выросло на 12 с лишним миллионов человек. То есть, 12 миллионов получилось едоков, скажем, не производителей сельскохозяйственного сельхозтоваров, а вот тех, кого нужно было кормить. Значит, на Украине несколько миллионов горожан получилось. И если, допустим, голод 21-22 годы на Украине в Поволчье, это был голод городской, значит, голод рабочего класса, то вот этот голод 32-33 годов поразил основном село, причем село, ну, вне национального принципа, просто потому что это была сельская местность. Но это был объективный процесс, и даже те сторонники, которые уже 20 с лишним лет настаивали на том, что это геноцид, фактически не предъявили никакого, никаких доказательств. Более того, ряд американских ученых, значит, и австралийских признали публично, что это вот был такое вот следствие экономической политики, экономической обстановки и внутрисоветской, и общемировой, а не, значит, сознательное какое-то вот стремление Сталина, его команды или там украинского того же руководства нарочно уморить голодом часть населения страны, более того, предъявляются факты помощи селу со стороны властей, поэтому доказательств нет. Именно поэтому на Украине уже фактически еще во времена Ющенко и Янукович отказались от концепции голода как этноцида, то есть умерщвления именно украинцев по этническому признаку, значит, и перешли к такой категории, что вот, дескать, это умерщвление всех жителей Украины как государственности, значит, всех национальностей, почему? Потому что, дескать, Украина вот могла бы взять, да и восстать против Советского Союза, причем доказательства этому. Ну а когда они готовились, есть ли вообще, значит, какие-то факты того, что назревало какое-то восстание, тем более под руководством украинского партийного, значит, партийной элиты, ничего не предъявляется. Голодомор — это политический миф в процессах нациостроительства, формирования общественного самосознания, потому что вот если тебе рассказывают, тебя надо убедить в том, что вот, дескать, Россия, Москва, там, русские — это враг. Как? Ну вот найти или выдумать на протяжении истории какие-то моменты, когда вот этот враг якобы уничтожал твой народ и твою землю, поскольку таких примеров нет, а есть, наоборот, обратные примеры, как в едином государстве, там, Российской империи, Советском Союзе вот эти земли развивались, как выходцы из Малороссии вставали во главе российского и советского государства, там, проявляли, значит, служили в армии и так далее среди ученых, и никакого геноцида нет. Более того, население постоянно росло, и количество малороссов, украинцев постоянно росло, и в советской, и в досоветское время, и даже в советское время, в отличие от нынешнего времени, когда население Украины сокращается, и достаточно сильно сокращается уже, там, на начало 2000-х годов это было где-то 6 миллионов человек, теперь больше, это не считая того, что часть вот просто ушла из Украины, а вот просто вот отрицательный естественный прирост и миграция с территории Украины, вот оно сокращается, в то время оно не сокращалось, наоборот, росло, поэтому вот надо создать такие точки, например, голод, вот нас Москва морила голодом, или вот нас Москва в 44-м году взяла и оккупировала, значит, прогнали немцев и взяли и заново оккупировали, а то, что сразу же пошла гигантская работа по восстановлению всего разрушенного, огромные деньги выделялись на социальную сферу, значит, на борьбу с беспризорностью, значит, на поддержку, в том числе беременных женщин, там, когда им пайки выдавали, там, отпуска оплачиваемые во время войны 43-44 год, то, что огромное количество, скажем так, этнических украинцев сражалось за Советский Союз, за единую свою Родину, а не просто там, за Украинскую Республику, это все не смотрится, потому что нужно, чтобы в 44-й год был оккупация Украины, вот поэтому можно придумать вот такой факт, то же самое с голодом, берется голод, берется трагедия народов Советского Союза, и в том числе народа Украины, народа России, разных национальностей, приводится, что вот, дескать, а вот против нас был геноцид, а против населения по Волжи, против русских немцев не было геноцида, а против населения, там, не знаю, Черноземья, не было геноцида, против населения Белоруссии не было геноцида, а вот против этих был геноцид, ну, понимаете, когда есть монополия на историческую концепцию, монополия, так сказать, на истину, то все альтернативные, и все исторически обоснованные факты, они отвергаются напрочь и объявляются маргинальными, объявляются рукой Москвы, рукой Кремля, о чем тут говорить. Фактически украинские националисты во время времен войны были двух видов. Первый, если брать Украину, скажем, восточную, это были люди туземные, эти люди не состояли в организации АУН и в прочих эмигрантских, праворадикальных, неонацистских или ультра-националистических организациях. Эти были местные националисты. И второе, это были те люди, которые группировались в межвоенный период в Европе, Германии, Чехословакии, в Польше, на территории Галиции и Волыни, и которые затем вместе с немцами хлынули на территорию Украины, где их, кстати, воспринимали как вторых оккупантов. То есть они занимали на Украине все административные должности, должности, связанные с сферой культуры, и проводили политику, прежде всего, раскола на украинцев и русских. Второе, национальное угнетение и тех, и других, потому что подавляющее население, часть народа Украины, во-первых, и не понимала те листовки, на которых эти националисты заезжие писали, обращались к ним, то есть не понимали вот этого галецкого языка. И, значит, третий аспект, они просто банально грабили. Там возникала куча фиктивных каких-то обществ, акционерных товариществ, которые занимались спекуляцией по всей территории Украины, начиная с Киева, начиная с ровно столицы Рейхскомиссариата Украины, заканчивая городами Донбасса, Одессы, не Одессы, в Одессу их не пускали румыны. Румыны строго боролись с украинским национализмом. Ну вот на территории Николаев, Херсон, вот банально грабили. Что касается преступности и геройства, ну, геройства-то по большому счету никакого не было, поскольку ни одного села, освобожденного бандеровцами, мельниковцами, ну, таких нет. Единственное, что они там в Полесье просто приходили и устанавливали контроль. А так, чтобы освободить от немцев, такого не было. В то же время, таких сел, поселков и даже каких-то мелких городков, которые освобождались советскими партизанами, теми же самыми этническими украинцами, кстати сказать, на территории лево-право-бережной Украины Волыни, исчисляются десятками, а то и сотнями. Ну, а тех, которые брали, освобождались совместно с Красной Армией, ну, тех еще больше. Значит, что по большому счету вот эти организации, в частности АУН, во время войны осуществили. Хотели они создать собственное государство, самостийное, такого вождиско-фашистского типа, это да. Следовали они в русле, еще в межвоенное время, в русле польской разведки, да, большое сотрудничество с польскими разведывателями-органами, хотя по большому счету они поляков считали своими лютыми врагами. Это не мешало многим из руководства АУН быть на содержании польской разведки и контрразведки. Сотрудничество с немцами, безусловно, было, но немцы смотрели на них не как на равных союзников, немцы как на равных не смотрели даже на румын, по большому счету, тем более уж на украинских националистов. Немцы их использовали в своих целях, в своих интересах, как таран против Польши сначала, потом как таран против Советского Союза, как кадры, на которые можно опереться. Когда эти кадры начинали немного выходить из повиновения, там что-то свое пытаться сделать немцы, их подчищали. Этому способствовало то, что две фракции, допустим, АУН, Мельниковцы и Бандеровцы, люто враждовали друг с другом, значит, писали друг на дружку доносы немцам, обвиняя их в том, что они либо советские партизаны, либо большевистские агенты, либо, значит, что-то хотят против немцев сделать. Немцы, ну, нисколько не стесняясь, просто брали и пускали в ход эти доносы, расстреливали их, там, в частности, киевскую организацию мельниковцев очень сильно немцы порастреляли в Бабьем Яре, где, кстати, украинские националисты отличились, значит, уничтожением евреев, советских военнопленных и советских партизан. В Бабьем Яре там не немцы в основном зверствовали, немцы, скажем так, направляли все, а этим занимались украинские националисты. Потом часть из них туда же легла в этот Бабьий Яр, значит, после того, как друг на дружку начали писать доносы. Вот. Единственное, что эти националисты сделали, причем тут они, как говорится, исполнили свои предвыборные обещания, ну, так в кавычках, то есть они перед войной говорили, нам нужна, значит, этнически чистая территория Украины, там, без Мадьяр, без Ляхов, без москалей и без евреев. Ну, значит, в этот ряд еще надо включить своих соплеменников, там, украинцев, которые не поддерживали ООН, либо были сторонниками, там, Советского Союза, вот, либо просто как-то не поддерживали. Вот этнические чистки, значит. Об этом поразглашали обе структуры, и мельниковцы, и бандеровцы, накануне войны, там ряд программных документов был. И вот эти чистки, они действительно осуществили. Это 43-й год Волынь против поляков, 44-й год Галиции тоже против поляков. Попутно, ну, поскольку там русских было мало, там почистили русских, почистили евреев тоже, которые были в основном на селе, потому что те, кто в городе, там до них, как говорится, не добраться было, там уже немцы все почистили. Но украинские националисты активно участвовали в еврейских чистках. Это 41-й год, то есть только немцы входили, войска проходили дальше, за ним шли, значит, карательные структуры, и, значит, украинская вспомогательная милиция, либо прочие организации, связанные с германской разведкой. Там батальоны Роланд, Нахтигаль, потом они переформировались в разные шус-мандшафты и так далее. Вот, значит, уничтожение евреев Галиции, а там их было очень много до войны, практически никого не осталось. Во правобережной Украине тоже они прошлись, тоже много на правобережье. Вот, значит, этих чистили, плюс потом, допустим, те, кто в УПА, так называемую УПА, поначалу туда много, ну, не то, что много, но имелись люди других национальностей, там и русские, были и те же евреи, даже какие-то средние азиаты, в основном из пленных набирали, то уже в 43-м году их практически всех, они сами из службы безопасности ликвидировали. Теперь они, значит, рассказывают о том, что это было братство народов, поют песни, значит, есть одна песня, вот, о том, как некий узбек, значит, сражался за Украину в составе УПА, и как он героически погиб в бою, и вот они его оплакивают, там. Песня такая, мелодия красивая, но сплошная ложь, потому что того же самого несчастного узбека они просто взяли сами и банально расстреляли. Вот. Вот этнические чистки они действительно провели, и это был плюс. Потом на пользу украинского национализма пришла операция Висла, когда поменяли, значит, украинское и польское население, там, Советской Украины в Польшу поляков, оттуда, значит, украинцев и тех, кто был записан в украинцы, допустим, лемков, карпатских, из Чехии тоже немножко. И поэтому фактически получилось, что после войны, допустим, территория Западной Украины, Галиция и Волынь, они фактически стали моноэтнической территорией украинской. Хотя до этого, допустим, в городах-то вообще русиные украинцы были там вместе на четвертом, там первые были поляки, евреи, немцы. Обычно, особенно украинская сторона заявляет, что, дескать, вот надо было восстанавливать разрушенный Крым, в экономическом отношении, дескать, территории Северной Таврии и Крыма это одно целое, нужна вода из Днепра, и вот для этого, дескать, передали. Но, с другой стороны, можно было и подумать так, ну, а давайте восстановим в границах Таврической губернии или там Крымского ханства и Северную Таврию вместе с выходом в Днепру передадим в состав, значит, Крымской области или Крымской республики, и тогда тоже самые экономические аспекты улягутся. На самом деле, вот, ну, есть еще много разных так, квазиэкономических объяснений, но, на самом деле, здесь, скорее всего, дело было во внутрипартийной борьбе. В марте 1953 года умер Сталин, значит, коллективное руководство, Хрущев далеко не самый сильный и самый авторитетный среди них, потому что Молотов там фактически второе лицо в государстве долгое время, имел гораздо больший авторитет и вес. Единственное, что Хрущев подсуетился и сумел опереться на партию. Сначала, значит, боролись как? Советский аппарат, Молотов, там его люди, госбезопасность Берия и партия. Вот Хрущев сумел привлечь партию на свою сторону. При Сталине партия формально, не фактически, но формально была оттеснена и заменена государственными органами. Через них, в основном, осуществлялось управление. Госбезопасность в то время совместными усилиями быстро устранили от претензий на власть, Берию убили. Объявили, что, дескать, расстреляли, на самом деле убили. В схватку, значит, вступили вот эти две силы. Хрущев, он был очень хитрый, коварный, ловкий человек и, как известно, своих противников победил. Но фактически передача Крыма, это полгода, чуть больше, с момента смерти Сталина. Позиции Хрущева еще не твердые. А в партийной системе наиболее мощной была украинская парторганизация. В свое время там были генеральные секретари, тот же самый Каганович был генеральным секретарем. Хрущев имел тесные связи с 1938 года с украинской парторганизацией, возглавлял ее. В этой парторганизации прекрасно помнили все его деяния. Во-первых, расстрелы, чистки, а во-вторых, скажем так, собирание украинских земель. Поскольку Хрущев отличался, значит, когда была присоединена западная Украина, западная Белоруссия, возник вопрос о том, как их размежевывать. Хрущев стал ярым украинским государственником, они схлестнулись с Пономаренко, который представлял Белоруссию. Пономаренко был просто, как ныне говорят, в шоке от претензий Хрущева. В общем, Сталин провел некий консенсус, но Хрущев был явно недоволен тем, что все-таки большая часть земель отошла к Белоруссии. Вот помнили и заслуги Хрущева перед украинской парторганизацией, поэтому в данном случае видится, что передача Крыма, который был разрушен не больше, чем другие земли, не больше, чем тот же Донбасс, допустим, или Сталинград, передача Крыма была таким, что ли, покупкой благожелательного отношения украинской парторганизации, еще раз повторяю, мощной, многочисленной, влиятельной, опирающейся на крепкую республику, которая, к тому же, формально входила в состав Организации Объединенных Наций, надо помнить. Вот это такое задабривание Крыма, тем более проведено оно было, ну, не касаясь юридических вопросов, оно было проведено с нарушениями процедуры, положенной вообще в советском законодательстве, в чрезвычайно сжатые сроки, и таким образом, фактически, получив Крым, украинская парторганизация стала горой за дорогого Никита Сергеевича, и Никита Сергеевича, опираясь уже на всю партийную организацию, надо заметить, что РСФСР не имела собственной партийной организации, поэтому в данном случае силы были не равны, вот, поэтому вот опираясь, он сумел победить своих политических оппонентов, и, кстати, сказать, это все для страны обернулось гораздо худшими последствиями, чем если бы победили противники Хрущева. Фактически, это делало украинское государство, украинское государство, начиная уже со времен Кравчука, но шло по нарастающей процессы, при Кручме, который якобы пророссийский, на самом деле, все вот это прославление АУН-УПА шло, и именно при Кучме созданная комиссия, которая должна была осветить и выработать государственную позицию в отношении к АУН, к отношению к УПАФ, фактически провела ее реабилитацию, что позволило уже затем поднимать вопрос о обуравнивании, сначала обуравнивании прав и заслуг наших фронтовиков, ветеранов, с вот этими бандеровцами, мельниковцами, ауновцами, резунами и так далее, а затем уже поставить вопрос о том, что они действительно истинные герои Украины, поскольку они боролись за Украину, а советская, значит, сторона боролась за Советский Союз, за единую страну, которая, как ныне говорят на Украине, в 44-43-м годах оккупировала Украину, вот, поэтому все это велось руками украинского государства в тесном союзе, как и по всем остальным аспектам, в тесном союзе с украинской националистической гуманитарной прежде всего интеллигенцией, которая как раз вот эти теории концепции создавала, вырабатывала, оправдывала, значит, проводила в массы там среди детсадовцев, школьников, студентов на телевидении и так далее. Вот этот тесный союз украинской власти, украинской националистической интеллигенции, плюс сами националисты вот привела к тому, что ныне неонацисты и ультра-националисты на Украине являются, объявляются героями, защитниками целостности Украины, о том, что они используются как таран различными политическими олигархическими группировками, они держатся про запас самим государством украинским, на случай того, что вот опять начнется горячая фаза на Донбассе, вот их опять значит бросит защищать единство Украины. И потом вот эти люди служат моральным образцом, эталоном, на который надо равняться последующим поколениям и нынешним поколениям, и последующим граждан Украины. Они объявляются освободителями Украины, защитниками ее и так далее. То, что они делали на самом деле, но это либо замалчивается, либо говорится, что это издержки войны, либо вообще просто откровенно говорится, ну надо было поляков уничтожить, ну уничтожили, ну и хорошо, надо было там бороться с Красной Армией, ну боролись, вот и хорошо, хотя на самом деле еще в 45-м году основные силы АУН-УПА были разгромлены, а потом уже это были уже такие жалкие остатки, а вот основной массив был разгромлен в 45-м году. Ну и вообще украинское государство, оно может существовать и существует только опираясь на идеологический фундамент, чтобы доказать своим гражданам, прежде всего, ну и окружающему миру, зачем вообще нужна Украина, то есть нужно используются идеологии украинского движения, украинства со всеми его атрибутами, со всеми его ключевыми вехами, в том числе вот националистическим движением времен войны, чтобы показать, что Украина не Россия, что Украина это анти-Россия, украинцы это совершенно особая нация, и все, кто вот за эту нацию, за эту Украину боролись, прежде всего, боролись против России, там царской, советской, постсоветской уже, вот они действительно герои и защитники, именно поэтому вот эта почва и создает основу для так называемого консенсуса между украинскими космополитическими просто до крайности и вообще неукраинскими в этническом отношении элитами и вот этой националистической публикой, интеллигенции и, скажем так, простыми националистами, приверженцами вот тех вот ауновцев. Вот поэтому на основе того, что вот это нужно для того, чтобы существовал украинский проект, украинское государство, вот и нужен вот этот консенсус. То, что создано во многом промышленный научный задел, который ныне успешно ликвидируется и ликвидирован на Украине, это создавалось в рамках всей советской страны, сначала Российской империи, затем в рамках всей советской страны, поэтому здесь уже без разделения на республики, потому что эти все заводы там Поднепровье и, значит, Николаев и Донбасс, допустим, это все создавалось в интересах всего всей страны советской, там рабочие силы со всей страны и так далее. А вот что касается самой Украины, то действительно Украина как проект, как нация, как государство были созданы, они являются, Украина как проект, как государство, как нация, являются продуктом России, то есть они созданы российским руководством, российской общественностью, либеральной общественностью. Лево-либеральный, если говорить до революции, затем либеральный, если говорить о позднесоветских и нынешних временах И о большевиках, о советской власти, прежде всего о большевиках, как выразителях этой либеральной идеологии, как идеологии раздела России, раздела русского пространства на разные нации, на разные государства. То есть фактически Украина является плодом вот этой вот большевистской либеральной общественности и власти.